В республике продолжается особый порядок выплат, пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы. И в июне это будет 70% от начисленных сумм. Цифры поступлений в республиканскую казну внесли свои коррективы в реалии. По состоянию на 29 мая в доход республиканского бюджета за текущий месяц поступило 104,6 миллионов рублей. Из них платежей, не имеющих целевого назначения, 81 миллион рублей. Что на 20 миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы в местный бюджет ниже ожидаемых сумм ненамного. Вместо планируемых 13 миллионов 200 тысяч рублей получено 12,5 миллионов. Но и их не хватило бы на погашение стопроцентной выплаты по зарплатам и пенсиям. Однако, по словам Лады Дилибалт, есть надежда, что в ближайшем будущем начнется частичное погашение госзадолженности за прошлые месяцы. Было принято решение о финансировании зарплаты в размере 70%. И если наша надежда оправдается, то у нас и появится возможность профинансировать какой-нибудь из остатков 30%, то это решение будет принято и зарплата будет профинансирована, еще один из остатков 30%. Идет работа по повышению уровня обслуживания общественного питания, информирует замглавы по экономическим вопросам. На городском рынке за счет благоустройства и расширения территории появились новые места для розничной торговли. И здесь акцент главы. Вид центральной части города должен соответствовать требованиям современности. Выносную торговлю необходимо упорядочить, отмечает Николай Глига. Вообще выносная торговля должна быть минимизирована. Это концепция и максимальное количество торговли должно уйти в капитальное строение. Это первые этажи, это отдельно стоящие здания, заведения торговли, общественного питания. Исключением является торговля сладков мороженым, квасом, другими прохладительными напитками, которые в зимнее время не так востребованы. Пляжный сезон, борьба с бродячими животными, ремонт дорог и городского жилфонда. Перечень поднятых вопросов обширный. Руководители служб докладывают о проделанной и предстоящей работе. Город готовится к проведению значимых дат. 19 июня – день бендерской трагедии. И 2 сентября – 25-летний юбилей Приднестровской Молдавской Республики. Жанна Настас, Олег Машняга, Бендерское телевидение.